не все друзья на жареный картофель по-немецки готов вот такая вот красота у нас получилось вот это вот этот соус с картошечкой вообще тема ребят вот друзья вот такая вот жареная картошка по-немецки у нас получилось с немецким также классическим огуречным салатом отличная простая еда что может быть еще лучше привет мои дорогие рад вас приветствовать нашем канале сегодня мы приготовим жареный картофель по-немецки и огуречный салат к нему немецкий огуречный салат начнем с огуречного салата для начала берем огурчик вот такой вот у меня мощный я специально выбрал для этого салата подходит именно такие крупные огурцы нам нужно почистить кожицу кожица нам здесь не нужно дать им а помогаешь так вот огурчик мы почистили сейчас отрежем теме кусочек чтобы он пробу снял и теперь берем терку такую нам нужно как можно тоньше нарезать его шайбочками и на терке тонкими тонкими шайбами нарезаем так теперь посолим и немножко сахарку конце мы добавим еще уксуса и сахар с уксусом отлично сбалансируется теперь нам нужно хорошенько вот так вот все это перемешать перемешали убираем пока в сторону теперь берем небольшую луковицу нарезаем миленько также берем свежий укропчик и тоже его мелко нарезаем так наши огурцы постояли с солью сахаром минуту-две здесь образовалось много сока он нам здесь не нужен поэтому мы его сливаем и добавляем к салату лук и укроп так теперь добавляем сюда ложку жирной сметаны или можно добавить просто сливок черный перчик и немножечко хорошего белого винного уксуса он у меня всего 5 процентов вот так буквально столовую ложку перемешиваем все и все друзья классический немецкий огуречный салат готов всего так просто отлично снимаем пробу на соль вот оставляем бока в сторону и занимаемся картошечкой пока он настоится один лайфхак друзья меня ему научили серьезные повара вначале мы обжаливаем бекон и лук потом убираем и отдельно обжариваем картошечку потому что картошка крупная и температура там большая если мы будем это все одновременно обжаривать то бекон и лук часто сгорает вы наверно замечали если его после добавлять то он не дожаривается или тоже может сгореть поэтому мы сейчас отдельно сейчас с первого обжарили бекон с луком уберем его в сторону потом жарим картошку а потом в конце все вместе соединяем и получается все идеально хорошенько разогреваем сковороду и пошел бекончик копченый сразу же к нему добавляем лук и обжариваем все это до золотистого вида но ни в коем случае чтобы ничего не почернело потому что черный лук становится горьким не испортит все блюдо ну и пока обжаривается лук с беконом и займемся картофелем картофель мы берем отварной да да не удивляйтесь я тоже первое время когда приехал в германию узнал что немцы делают картошку жареную с вареной я просто удивился ну когда попробовалось и все правильно сделано это очень вкусно как что по картофелю очень важно не то что сварить его и сразу готовить сварить его очень важно с вечера потому что у теплой картошки крахмал расходится как картошка теплая и когда вы будете нарезать она будет все разваливаться и будет жариться будет тоже развалится поэтому такой лайфхак еще один варим с вечера сразу чистим и она остывает и она очень плотненькая получается вот на такие шайбочки режем 5 миллиметров и она уже видите какая плотная никогда не будет разваливаться и будет отличная жареная картошечка такой же вам принципе лайфхак можно для салатов использовать если какие-то салаты будете делать картофелем тоже не пользуйтесь свежим картофелем а отварите заранее с вечера сорт картофеля в принципе не имеет значения важно только чтобы это был твердый картофель твердых сортов просыпчатая картошка для жарки не подойдет будет у вас каша а нам нужно хорошие золотистые картошечки ну и чтобы внутри они были мягкие и сочные что мы сейчас с вами и сделаем и так бекон с лучком у нас вот так вот хорошенько зарумянился убираем его пока в сторону сразу же сюда добавляю петрушки для цвету для красоты и пускай она здесь уже сейчас распаривается в горячем беконе сковороду нужно протереть потому что тут микро частички всякие остались и они сейчас будут гореть сделают нашу картошку некрасивой вот это вот все протереть салфеткой жарить я буду на топленом сливочном масле мне нравится этот вкус сливочного масла ну и можно просто на растительном но ни в коем случае не на свежим сливочном масле так как она не выдерживает такой температуры который нам здесь нужно и она будет пригорая масло раскаляем до легкого дымка и пошла картошечка картошки как видите я взял нести немного потому что идеально жарить картошку чтобы она каждая соприкасалась дном сковородки но у меня здесь немножко больше но в полную вот такую сковородку делать не стоит ничего не получится если вам нужно на большую компанию на большую семью тогда лучше возьмите две сковороды и вот сейчас мы закинули картошку и не суетимся не мешаем ничего не трогаем просто она жарится по времени вам не буду говорить сколько потому что у всех разные сковороды разные разные плиты смотрим когда с краев картошечки начнет появляться золотистый цвет вот тогда время ее перевернуть переворачивать будем ее всего два-три раза и получится идеальная вся целенькая картошечка вот вы видите края картошечки уже начинается так подрумяниваться значит время теперь можно первый раз перевернуть берем пачку и переворачиваем вот так один раз перевернули и оставляем дальше жарим итак друзья картошечка у нас подрумянилась пару раз я ее перевернул ну как видите все целенькое красиво сейчас возвращаем шпек и лук так же еще немного подрумя картофель я готовил в соленой воде но все равно картошка любит соль нужно немножко еще присолить и и черного перчика черного перчика в самом конце теперь теперь все это смешиваем не все друзья на жареный картофель по-немецки готов вот такая вот красота у нас получилась давайте снимем пробу давайте снимем пробу отлично аромат бекона лучка поджаренная и так же сюда отлично подойдет наш замечательный огуречный салатик вот так вот вот это вот этот соус с картошечкой вообще тема ребят ну вот друзья вот такая вот жареная картошка по-немецки у нас получилось с немецким также классическим огуречным салатом ну так друзья давайте снимем пробу посмотрим какая вкуснотень у нас в этот раз получилось тема у нас что-то не в духе пробовать не хочет или будешь нет не хочешь ты приболел наверное давай папа попробовать вот так с этим салатиком это просто сказка ребят простая еда ну что может быть лучше с огурчиками красота картошка бомба никогда бы не подумал что вареного картофеля можно такой жареный приготовить попробуйте я вам рекомендую это очень вкусно еще с пивком холодненьким вообще огонь ну и теме я нагнал аппетит теперь он тоже хочет снять пробу попробовать кусочек картошечки да сало сало убираем давай ну как тебе вкусно вкусно папа так вкусно рассказывает что захотелось ну и на этой вкусной ноте друзья мы будем как всегда с вами прощаться всем огромное спасибо за то что смотрели наше видео подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки делитесь в нашем видео до новых встреч всем пока пока нет пока скажи пока молодец теперь позови давай классный такой обед крестьянский как у бабушки и и и Смотрите продолжение в следующей серии.